В Доме профсоюзов с утра до вечера было шумно и многолюдно. Шутка ли, представители профсоюзного движения выбирали себе руководство. С утра до вечера на голову действующего регионального лидера Ильи Косинкова сыпались шишки. Делегаты съезда нашли в работе своего главы целый ряд недостатков. В первую очередь претензии были связаны с кадровой политикой и неэффективной работой. Все принимаем, требования направляем. Ну и что? Вот результат хоть кто-нибудь скажет? Да нету результата. Все это для Галочкина. Яркий пример – участие жителей республики во всероссийской акции протеста дальнобойщиков. Событие федерального масштаба. Скандал на всю страну. Вмешательство профсоюзов здесь подразумевалось само собой. Однако Илья Косинков вмешиваться не стал. Илья Сергеевич, как наш лидер, никуда не может достучаться или не желает достучаться. Кульминацией стал доклад контрольно-ревизионной комиссии. В сущности, Илью Косинкова обвинили в нецелевом расходовании средств. По словам председателя контролирующего органа, в начале 2011 года на депозите организации находилось 9,5 миллионов рублей. За 4 года пребывания Ильи Косинкова на посту миллионов стало в два раза меньше. У нас, к сожалению, расходы превышают наши доходы, что съедает, в общем-то, имеющийся финансовый резерв. Это, на наш взгляд, очень негативно скажется на положении организации. С критикой Илья Косинков не согласился и, в свою очередь, обвинил контрольно-ревизионную комиссию в попытке сведения с ним личных счетов. В итоге, объяснениями своего руководителя представители Карельского профсоюзного движения остались удовлетворены. Оппоненты Косинкова даже заявили о его двухмиллионном долге перед некими третьими лицами. Однако и эта информация делегатов не смутила. 62 участника голосования из 96 поддержали его кандидатуру. Профсоюзному лидеру в Сеякарелии Илье Косинкову удалось оставить руководящую должность за собой. Александр Лычагин, Иван Медведев, телеканал Ника+.